дорогие друзья всем здравствуйте с вами школа вязания лорейн бухарт и сегодня мы поговорим о бюджетных вязальных машин многие говорят я не могу купить вязальную машину потому что это очень дорого так сегодня мы познакомимся с вязальной машиной северянка машина производства ссср машина пятого класса которую невозможно не любить приобрести такую машину на различных площадках можно от 500 до 5000 рублей в зависимости от состояния машина фактически неубиваемая и машина невероятно хороша я забегу вперед и скажу чем она невероятно хороша те из вас кто любят вязать интерсию лучшей машины для интерсионного вязания просто не найти так сказать мастодонты вязального рынка такие как silver и брать они конечно все вяжут практически все вяжут интерсию если у вас есть интерсионная каретка машина который лежит передо мной лк-150 также вяжет интерсии имея интерсионную каретку и у многих возникает проблема при вязании интерсии особенно начинающих то что слетают петли устройство вязальной машины северянка благодаря вот этим подпружиненным платинам позволяют вязать интерсию без сброса платина состоит из горловины если вы приподнимите платину подпружиненную вот крючок под крючком расположена горловина эта горловина служит для оттягивания старой петли крючок вот он находится непосредственно перед горловиной он служит для удержания на игле полученной петли пятка которая расположена в задней видимой части платины сообщает платине качательное движение при работе каретки вот эта часть платины называется бородкой бородка служит опорой для образования петли таким образом при вязании на машине северянка благодаря вот этой платине петли четко фиксируется надежно фиксируется и не слетают что обеспечивает очень удобное вязание интерсии именно благодаря вот этим подпружиненным платинам игла состоит из пятки стержня иглы и язычка иглы в машине есть счетчик рядов он очень примитивные но тем не менее очень удобный кнопкой происходит сброс и вот таким образом и проходе калет считываются ряды у каретки очень простое и поэтому очень надежное устройство на верхней части каретки мы имеем ручку которая позволяет удобно ею управлять регулятор плотности и две так называемые кнопки почему говорю так называемую потому что в современном мире на наверное назвать механизм кнопками было бы странно но тем не менее называется это кнопки служит для того чтобы мы могли во первых освободить каретку если вдруг она застряла во вторых перевести иглы в позицию b несмотря на то что на машине нет в общем нашем понимании обозначение abcd или a b d e который мы привыкли во многих машинах здесь его нет но тем не менее мы можем посмотреть позиции игл такие позиции и здесь крепится машина очень удобно встроенными струбцинами то есть вам не нужно ничего прикручивать подпружиненная струбцина которая сразу комплектуется машина кстати жаль что современная машина так не не крепится вот таким образом она держится и надежно фиксируется к столу в этой машине есть три нерабочие позиции 1 нерабочая позиция стандартная это нерабочая позиция давайте я буду условно называть а потому что во всех машинах эта позиция а это задние нерабочая позиция если у вас есть инструкция к этой машине в инструкции она по идее обозначается как znp задняя нерабочая позиция Следующая нерабочая позиция для этой машины, для тех, кто вяжет на машинах Нева 5, для тех, кто вяжет на машинах Тойота, Сильвер Брайзер, будет непривычным, потому что позиция B является средней нерабочей позицией. И обозначается она как СНП, или средняя нерабочая позиция. Или позиция B для этой машины нерабочая. Рабочая же позиция для этой машины – это позиция D. Это рабочая позиция, при которой иглы немного выдвинуты вперёд, полностью видны язычки игл. То есть язычки игл лежат от платины, язычки игл отброшены. И передняя нерабочая позиция, или ПНП – это когда иглы до упора выдвинуты вперёд. Чем же хороша машина? Как я уже сказала, во-первых, её стоимость. Стоимость машины совершенно символическая. Здесь, мне кажется, даже не стоит говорить о стоимости, потому что фактически, к сожалению, наверное, или к счастью, эта машина фактически не стоит денег. То есть любой, кто хочет научиться вязать на вязальной машине, может уже сегодня её приобрести, потому что она подвластна абсолютно любому бюджету. Второе, чем она хороша, это её надёжность. Я сразу скажу о недостатках лично для меня. Единственный, на мой взгляд, её недостаток – это крайние неудобства замены иглы. Для того, чтобы заменить иглу в этой машине, нужно полностью крутить вот эту переднюю планку, которая и фиксирует игла. Заднюю откручивать не нужно, только переднюю. Это единственное неудобство. Во всём остальном машина роскошна. Всё, что делалось в СССР, делалось по ГОСТам, очень надёжно. Поэтому иглы здесь очень хорошего качества. Здесь отличная сталь, и иглы не так легко поломать. А если даже вдруг, если вы иглу и погнули, то её можно легко восстановить при помощи утконосов, небольших плоскогубцев. Также есть преимущество, если вы собираетесь вязать какие-то мелкие изделия, такие, как детские изделия, хотите связать носки, варежки. Это всё можно связать одновременно двумя деталями. В этой машине, как вы обратили внимание, уже, наверное, нет нити-водителя. Так, клубок, либо бобину мы размещаем на полу. Машина способна работать с пряжей любого типа. В комплектацию к этой чудо-машине входит несколько разборных гребёнок для набора петель и для вязания рисунков. Самый простейший набор, я его называю бросовый набор, выдвигаем игла через иглу. Хочу заметить, что в инструкции пишут, что каретка должна быть расположена слева. Нет, это абсолютно не так. Каретка может быть расположена вообще где угодно, где вам удобно, хоть справа, хоть слева. Прокручиваем регулятор плотности и устанавливаем его на значение 0, 1 или 2, в зависимости от толщины пряжи. У меня в руках довольно-таки толстый хлопок, поэтому я установлю на значение 2. Нам нужно с вами установить иглы в позицию D. В комплектацию к машине входит вот такой прелестный открыватель язычков. Я рекомендую, если вы его найдёте, купить даже отдельно и использовать для машин абсолютно любого типа для открывания язычков. Он действительно очень удобен. Можно пару раз пройтись с кареткой для того, чтобы подровнять иглы и просто накладываем нить. В машине есть крепления. Посмотрите, вот они для кончиков нити. Таким образом можно закрепить иглу. Вот такие тарелочки, которые надёжно фиксируют вашу нить. Прокладываем нить от каретки и аккуратно провязываем первый ряд. Петли попали под крючок в горловину и надёжно удерживаются в горловине. Видите, они надёжно зафиксированы. Как я уже сказала, это бросовый набор, который очень удобен для выполнения бросового полотна. Теперь хочу вам показать маленький лайфхак, который вы не найдёте в инструкции. Для того, чтобы краевые петли не сбрасывались, а могут они сбрасываться, вот эта игла у меня краевая. И для того, чтобы она точно провязалась, я в горловинку под крючок укладываю нить. Теперь мне нужно взять открыватель язычков и иглы, которые я только ввела в работу, открыть при помощи открывателя. Уложили рабочую нить. Слегка, именно слегка придерживаем её пальцем. Устанавливаем плотность. Итак, я планирую вязать на плотности 8 и провязываем ряд. Мой ряд, видите, отлично провязался. Не нужно никаких грузов. Вообще не нужно никаких грузов благодаря горловинке и крючку, которые надёжно фиксируют петлю. Провязываем следующий ряд. Я, прежде чем начать сразу укладывать рабочую нить на иглу, укладываю её под язычок. Таким образом я получу и красивые края, и все провязанные петли. И мы проходим по провязанности. Ну, а наш щёчек надёжно считывает ряды. У этой машины очень комфортный ход. Кстати, если сравнивать машину северянкой и машину Нева, у машины северянка более плавный легкий ход. И вот таким образом происходит процесс вязания. После того, как кончик уже не нужно фиксировать, мы можем его сбросить и отпустить. В самом начале я сказала, что это самая идеальная машина, на мой взгляд, для интерсионного вязания. Во-первых, обратите внимание, даже если я потяну, видите, за полотно, оно надёжно держится. Яглу на этой машине можно потерять только в одном случае. Если вы выбрали неверную плотность, если плотность заведомо большая, если у плотности слишком большое значение для выбранной пряжи. Во всех остальных случаях, потерять петлю на этой машине практически представляется невозможным, что делает её очень удобным для интерсионного вязания, для вязания от нескольких клубков. Например, я хочу начать вязание интерси. Мне достаточно уложить нити, придерживаем две нити и работаем кареткой. Всё, теперь мы можем вязать просто в два цвета. Можем вязать в любое количество цветов. Для интерсионного вязания скрещиваем нити между собой. Если вы хотите вязать не интерсию, то нити скрещивать не нужно, и вы можете прямо непосредственно рядом друг с другом вязать две разные детали. Ну, а сейчас вот мы с вами вяжем интерсию. Когда вяжем интерсию, обязательно скрещиваем нити между собой. При этом оба конца нити слегка придерживаем. И посмотрите, мы получаем красивую, плотную, аккуратную интерсию. Благодаря, на мой взгляд, уникальному построению платин. Машина позволяет вязать и огромное количество рисунков. И если вам хочется посмотреть, как вязать рисунки на этой машине, обязательно поставьте лайк этому видео и не забудьте написать комментарий. Потому что даже если у вас есть машина сильвер, брайзер или обе вместе, вам очень понравится эта малютка для вязания интерсии. Вы полюбите интерсию именно на этой машине. Ну, а сейчас мы рассмотрим, как же на ней вязать частичное вязание. Итак, я выдвигаю просто в переднее положение, например, две краевые иглы. Мне ничего больше не нужно делать, нажимать никаких кнопок, никаких рычагов. Я просто прокладываю рабочую нить. Вот таким образом. В этом положении каретка вязать не будет. То же самое выполняю с противоположной стороны. Здесь я могу выполнить обвив. И снова проложим их. Снова выполняем обвив и выдвигаем в переднее рабочее положение следующие две иглы. И провязываем ряд. Снова выполняем обвив и следующие две иглы. Посмотрите, как легко, мягко и приятно вяжет эта малышка. Я напоминаю вам, стоимость такой малышки на Авито, Юле от 500 до максимума 5000 рублей. Что ж, теперь для того, чтобы снова ввести в рабочее положение. Петли достаточно. Вернув их в рабочую позицию. Возвращаем при помощи отборной гребенки иглы в рабочую позицию. Прокладываем нить. Провязываем ряд. Теперь то же самое действие выполняем с правой стороны и провязываем. Эти кнопки служат для выведения всех абсолютно игл во внерабочую позицию B или в так называемую среднюю нерабочую позицию SMP. Кому мне это нужно может быть? Например, для распуска одного ряда либо для закрытия петель. Легким движением вверх оттягиваю до щелчка кнопку. Я думаю, что теперь вы понимаете, почему я подшучиваю над названием этого механизма кнопка. На кнопку, наверное, похоже мало, но тем не менее называется кнопка. Прокладываю рабочую нить и провязывая ряд ввожу иглы в среднюю нерабочую позицию или позиция B для всех стальных машин. Смотрите, как прекрасно здесь видна работа платин. Все, видите, петли с полотном надежно-надежно зафиксированы при помощи крючка и бородки платины. Вот теперь вы понимаете, почему я так люблю эту машину и так ценю ее именно для интерсии. Они надежно зафиксированы. Если вы потянете их на себя вперед даже, если вы случайно заденете полотно, у вас полотно никогда не распутит. Что ж, теперь мне не терпится показать вам рисунки, которые можно выполнять на этой малышке, а также связать на ней изделие. Если вам тоже не терпится, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, вам не жалко, мне приятно. И напишите комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok